Власть на связи с бизнесом. Проблемы предпринимательской среды обсуждали сегодня на расширенной встрече с главой республики. Ключевые темы диалога, административные барьеры, несовершенство, законодательство, высокая налоговая нагрузка. Подробности у Дмитрия Ковалева. В конференц-зале Национального музея «Аншлаг» на расширенную встречу с главой региона и членами правительства пришли не только представители крупных заводов, но и малых предприятий. Таких в республике насчитывается порядка 45 тысяч. И они обеспечивают рабочими местами около трети от всех занятых жителей Чувашии. При наших встречах, обсуждая вопросы, всегда стремились, чтобы создать благоприятную, комфортную среду. Программа поддержки малого и среднего бизнеса эффективно работает. Буквально в прошлом году, в этом году мы почти 425 миллионов рублей безвозмездных субсидий выделяем. В республике дают зеленый свет инвестиционным проектам. Свои мощности намерены увеличить и в научно-производственном предприятии «Бреслер». Земельные участки крупной компании предоставили без торгов, но строительство новых корпусов забуксовало. Начали разбираться, выясняется, в свое время один из участков, на одном из участков было незаконное строение, когда только появился проект, ну у кого-то возник соблазн, если кто-то хорошо работает, на нем подзаработать. Сейчас земельный спор рассматривает суд. В правительстве региона ситуацию контролируют и оказывают предпринимателю поддержку. Мы на вашей стороне, остаемся и понимаем, что предприятие должно развиваться. Действительно серьезный проект масштабный, нацеленный на импортозамещение. Мы ждем, пока в законную силу вступит решение суда, после этого сможем реализовывать инвестиционный проект. Немало вопросов у предпринимателей возникает и к налоговой службе. Бизнесмены жалуются на трудности при оформлении счетов. С 1 октября в счетах факторов мы должны указывать адрес на хозяина компании в соответствии с выпиской из ИГРЮ. По конституции наша республика называется Чувашская республика, Чувашия. В выписке из ИГРЮ Чувашия, Чувашская республика, мы уже получаем соответствующие замечания от наших контракетов. У нас есть административный регламент Федеральной налоговой службы, который, в принципе, и утвердил порядок формирования названия региона в едином государственном реестре юридических лиц. Оказать помощь в этом вопросе республиканской налоговой службе готовы в прокуратуре. Мы приведем все это в соответствии с действующим законодательством, в том числе и конституции конкретных субъектов. Это принимается элементарно. Окажут поддержку и недавно созданному союзу «Деревенский дворик». Предприниматели намерены создать целую сеть магазинов, где будут реализовывать только Чувашские продукты. В середине октября планируем открытый третий магазин в городе Новочепорцарск. Основная цель – это обеспечить население Чувашской республики экологически чистой, натуральной и качественной продукцией по доступным ценам за счет данных поставок производителей и беспосредников. Надо браться за это дело и создавать еще больше точек, чтобы они в шаговой доступности могли обеспечивать качественные продукции. Я только за. Управление Роспотребнадзора Бочевашской республики констатили за то, что в магазинах шаговой доступности качество продукции намного лучше, чем в федеральных сетевых магазинах. Желающим задать вопросы властям отведенного регламента не хватило. Предприниматели говорят, что в таком составе необходимо встречаться чаще. Глава республики эту идею поддержал. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.